Продолжение следует... Я надеюсь, что мое личное заявление такого рода побудит, может быть, двух-трех читателей подвергнуть исследованию эту область явлений, которые так называемые «жрецы науки» обыкновенно не удостаивают внимания. А. Аксаков Материалы для изучения психических явлений Профессора Леметра Чтобы придать своему изложению более определенности, я разделю наблюдавшиеся нами явления на пять категорий, которым не следует, однако, придавать слишком безусловного значения, так как одно и то же явление, смотря по взглядам, может быть присислено к той или другой категории. Вот эти пять категорий или разрядов Явления, которые могут быть объяснены чтением в мыслях или впечатлениях присутствующих лиц Второе явление, которое можно объяснить впечатлениями, некогда испытанными медиумом в его нормальной жизни Явление, которое невозможно объяснить ни чтением в мыслях присутствующих, ни прежними впечатлениями медиума Воплощение персонификации умерших людей, неизвестных медиуму, но известных одному или нескольким лицам из присутствующих И, наконец, воплощение умерших лиц, неизвестных ни медиуму, ни присутствующим Рассмотрим теперь поближе явления каждой из выше приведенных категорий Явления, которые могут быть объяснены чтением в мыслях присутствующих лиц Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что я говорю Могут быть объяснены А не необходимо объясняются, так как я не настаиваю здесь на той или другой гипотезе А имею в виду, прежде всего, факты Этот разряд очень богат ими И нам нередко приходилось присутствовать на сеансах Когда медиум до малейшей черты описывал умершего родственника или близкого человека Которого никогда не знал и о котором никогда не слышал Разумеется, я принимаю во внимание лишь сеансы разумно веденные Когда присутствующим малейшим намеком избегают дать медиуму какие-нибудь указания Передача мыслей есть объяснение в высшей степени вероятное во всех тех случаях Когда мнимый дух говорит сообразно с особенным духом складов лиц Складом составляющих кружок То, как ревностный католик, то, как рационалист, то, как простой болтун Если только не приписывать воображению медиума этих кваси загробных откровений Нередко медиум обнаруживает ваши сокровенные мысли О которых он не имел раньше ни малейшего подозрения И даже более того Нередко он открывает такие ваши мысли Которыми вы были заняты прежде Но о которых в данную минуту вы совсем не думаете Вот, например, один мой знакомый Очень много любимый мною По случаю своей болезни внушал мне сильные опасения В продолжении двух дней Понедельника и вторника В среду последовало значительное облегчение А в четверг он уже казался вне всякой опасности Я навестил его еще в пятницу и субботу Хотя он был совершенно здоров Но я не был у него в воскресенье, день нашего сеанса Ни медиуму, ни кому-нибудь из участников сеанса Ничего не было известно относительно опасений Внушенных состоянием здоровья моего знакомого И я сам больше об этом не думал Тем не менее, едва мы устроили сеанс Как медиум заметил на моем плече черный шар Величиной с апельсин Затем этот шар переместился к области сердца А за моими плечами неясно обрисовалась человеческая фигура Шар скоро принимает форму сердца Сначала черного, потом красного с разрывом внизу Что заставило медиуму заявить, что человек, которого он видит, вероятно, сильно болен Впоследствии этот господин, совершенно незнакомый медиуму Умер от болезни сердца По поводу этого и других сходных случаев Я замечу, во-первых Что если медиум и читал в моих мыслях То это не были мои настоящие мысли А прошедшие Во-вторых, что мне вовсе не приходило в голову представлять свои опасения В форме черного шара, превращающегося в сердце У нашего медиума очень часто получается сообщение В символической или аллегорической форме Что было весьма обыкновенным способом выражения мысли в Древней Греции и Риме Особенно же на Востоке, откуда вышел и сам эспиритизм Не останавливаясь на примерах второй категории Могущих быть объясненными данными, впечатлениями медиума, давними Перехожу к следующим К третьей категории мы отнесли явления Которые не могут быть объяснены ни чтением в мыслях присутствующих лиц Ни впечатлениями, некогда испытанными медиумом Вот один из многих случаев этой категории Медиум видит нас как бы в утреннем тумане Пронизанном лучами солнца В то же самое время он ощущает сильный запах серы Затем возле окна обрисовывается крупная человеческая фигура Это человек, возле которого находятся три больших каменных глыбы Из которых одна, по словам медиума, величиной с нашей фортепиано Две другие величиной с кресла Крупный человек сидит на одном из камней Упираясь ногами в другой и прислоняясь спиной к самому большому Одежду его трудно рассмотреть, но у него светлые глаза и волосы Теперь продолжает медиум описывать свои впечатления Он поворотился к нам спиной и смотрит на гору Вероятно, Салев На голове его нет в шапке Правой рукой он показывает на подошву горы Стол приходит в движение и выстукивает следующую фразу Это я, это Жан Затем следует небольшая пауза, в продолжении которой мы спрашиваем себя О каком это Жане тут идет речь? Стол снова приходит в движение и диктует Жан Лекарьер Мы спрашиваем, есть ли это фамилия или название ремесла Этого никому неизвестного Жана На это нам отвечено, что Лекарьер означает профессию Затем Стол передает Скажите ей, что с недавнего времени я имею удовольствие ее видеть Кого видеть? спрашиваем мы Не медиума ли? Нет Затем мы стали называть по очереди всех присутствующих На что неизменно получали отрицательный ответ Тогда мы спросили, не относится ли это к кому-нибудь из бывающих в этом доме На что было отвечено утвердительно и добавлено Она сама вам расскажет, кто я такой Медиум спрашивает у нас Не есть ли та часть горы, которую он видит перед собой в Большой Салев Где медиум никогда не бывал раньше Человек же по-прежнему неподвижно сидит на том же месте А Стол сообщает Скажите ей, что я очень рад буду видеть ее здесь посреди вас Жан Лекарьер Но к кому же наконец относится это сообщение, спрашиваем мы вторично Не к кому ли нибудь из присутствующих? Стол отвечает Нет Я ее здесь не вижу Из дальнейших наших вопросов, однако, выясняется, что Жан был камнетесом в Салеве А особо интересующий его госпожа Надо Знакомая мне дама, которая иногда присутствовала на наших сеансах Но которую медиум никогда не встречал в другом месте На этот раз ее не было с нами И из нас, четырех присутствующих, не было никого Кто бы когда-нибудь слышал о Жане Карьере И об его отношении к госпоже Надо Оставалось проверить справедливость этого сообщения Дня три спустя явился с госпожой Надо и спросил Не знает ли она загадочную личность Проявившуюся на нашем сеансе Оказалось, что видение медиума было справедливым до малейших подробностей Личность, виденная медиуму, оказалась неким Жаном Бонне Я называю настоящего имя Тогда как госпожа Надо псевдоним Еще девочкой в период от семи до пятнадцати лет Она очень хорошо знала этого Жана Бонне Который был работником у ее отца Также занимавшегося каменно-ломным делом И жившего в деревне Эн Где родилась госпожа Надо Жан Бонне, как хорошо помнит госпожа Надо Никогда не носил шапки А только изелько надевал небольшой колпак Он был в проседе высокого роста с широкими плечами И одарен геркулесовской силой Он лишился дочери девочки одних лет с госпожой Надо Которую последняя часто навещала во время ее предсмертной болезни Чем и объясняется привязанность Жана к госпоже Надо Которую она однажды в какой-то праздник Принес на своих плечах на самую вершину Салева Запах серы, ощущавшийся медиумом в начале сеанса Имеет свое основание В пропитанных серых фитилях Употребляемых криками каменно-ломных работах И госпожа Надо очень хорошо помнит Целые вороха такого фитиля у своего отца В его каменно-ломне Что касается прозвища карьер То оно имеет такое же основание Госпожа Надо сообщила мне, что в каменоломнях работники разделяются на различные специальности Смотря по роду своих занятий И слово «карьер» было названием одной из таких специальностей По поводу этого примечательного сеанса Позволю себе высказать несколько замечаний Которые прежде всего рекомендую вниманию моих собратьев-скептиков Госпожа Надо уважаемой особо несомненной честности и правдивости Самым положительным образом уверяет Что она никогда никому из нас не рассказывала об этом Жане Боне О котором она уже около 20 лет и сама давно позабыла И о существовании которого мы никогда бы не узнали Если бы медиум не увидел его в своем видении Свидетельно, следовательно, ни в собственных своих воспоминаниях Ни в воспоминаниях трех остальных присутствовавших на сеансе Лиз медиум не мог бессознательно почерпнуть подробности своего видения Другое мое замечание заключается в том Никакая мелочь не будет излишней Когда дело идет о таком глубоко загадочном по своей природе факте Что госпожа Надо в день и час нашего сеанса проходила по одной улице Находящейся на расстоянии около 500 метров от моего дома И что она задавала себе в это время вопрос Есть ли у нас сегодня собрание Отсюда можно вывести, правда, довольно смелую гипотезу Что припосредствии эфира мозговые колебания, соответствовавшие известной мысли Могли передать все из мозга госпожи Надо в мозг медиума К несчастью, госпожа Надо не могла с точностью определить время Когда она проходила по близости нас Даже допустив подобное предположение Сколько непроходимых затруднений представляет мысль Что посредством эфира могло передаться в мозг медиума воспоминания Давно погребенные в пучине забвения Заметим еще, что в настоящем случае Чувство обоняния было аффектировано раньше других чувств Запах серы предшествовал виду каменоломни Точно так же бывали случаи, когда чувство слуха аффектировалось прежде других чувств Но в большинстве случаев первенство принадлежало зрительному чувству Перехожу теперь к четвертой категории Которую мы озаглавим Воплощение, персонификация умерших людей Неизвестных медиуму Но известных одному или нескольким лицам из числа присутствующих Пояснение Здесь мы должны оговориться, что подобное выражение лично нами не одобряется Так как никакого воплощения умерших мы не признаем Допуская только временные явления по попущению Божьей умерших В видимом образе для достижения каких-либо важных религиозно-нравственных целей Например, обличение материалистического неверия в загробную жизнь Описываемые же здесь явления могут быть объяснены Или загадочным раздвоением личности медиума Или его ясновидением В связи с бессознательным гипнотическим внушением Выражение воплощения, конечно, можно оспаривать Но я не нашел лучшего выражения для того особого состояния В продолжении которого медиум как бы перестает быть самим собою И воспроизводит совершенной точностью манеры, жесты, голос И до известной степени даже черты умершего лица В продолжении года я был свидетелем четырех воплощений умерших лиц Совершенно неизвестных медиуму Но и известных одному или двум лицам из числа присутствовавших А однажды это была мать одного из присутствовавших Известной ему лишь одному И воспроизведенной по словам этого лица с удивительной верностью Судя по довольно пространным диалогам ее к сыну Это, вероятно, была женщина довольно живого нрава и любившая чистоту В другой раз проявилась также мать одного из присутствовавших Но так как я не знал эту даму, которая оказалась настолько же не слово охотливой Настолько первая была болтлива То я относительно ее сделал только два замечания Первое. В положении руки медиума сын узнал два пальца, характерно загнутые, как это делала постоянно его мать Второе. Медиуму сильно захотелось войти в комнату в соседнюю стою, где происходил наш сеанс И войдя туда, он долго смотрел на довольно простенький комод Оказалось, что этот комод был единственной мебелью, которая осталась у сына после матери Я становлюсь далее на воплощении одной дамы, которую я знал И которая однажды с 17 февраля и 12 мая 1895 года Говорила устами медиума Медиум совершенно не был знаком с этой дамой и никогда ее не видел Само собой разумеется, что раньше, чем наступило воплощение персонификации Медиум постепенно выходил из своего нормального состояния Так, в протоколе сеанса 17 февраля При первом олицетворении дама, о которой я выше упомянул и которую буду называть госпожою дюбуль Я отметил состояние медиума следующие постепенные фазисы Рука его сначала отяжелела и сделалась нечувствительно Он заявляет, что чувствует давление в висках Вскоре он засыпает Наконец он перестал нас слышать Глаза неподвижны и зрачки расширены Так что поднесенная к самому глазу зажженная спичка не производит никакой реакции Было 8 часов 40 минут Мы спрашиваем Видит ли медиум кого-нибудь? Ответ посредством стуков Да Кого? Госпожу дюбуль Мы хотим продолжить наши вопросы Но стол сообщает Тише Мы ждем В 9 часов 17 минут медиум склоняется немного к господину дюбуль И поднимает левую руку Как бы собираясь говорить Но спустя 2 минуты рука снова падает В 9 часов 22 минуты медиум встает Переходит в смежную комнату Затем возвращается А 9 часов 30 минут до 9.45 Медиум беседует с господином дюбуль Разговор носит слишком частный характер Чтобы можно было его здесь передать Скажу только что и это главное Что как я так и господин дюбуль Совершенно признали как манеру, жесты Так и особенный характерный звук голоса Свойственные госпоже дюбуль при жизни Немного позже в 10 часов медиум просыпается Мы спрашиваем его Не видел ли он чего-нибудь во сне Да, отвечает медиум Я видел даму Которая по временам казалась возле меня Временами же казалась мною самим Я не могу в точности объяснить вам этого впечатления При следующем олицетворении той же дамы Спустя 3 месяца после описанного случая Медиум вел себя подобным же образом И как я, так и господин дюбуль Опять узнали голос, манеры и жесты госпожи дюбуль С той единственной разницей Что на этот раз после своего пробуждения Медиум не сохранил никаких воспоминаний Отсюда следует, что медиум способен Отрешиться от своей личности В такой степени, что становится способным Изобразить состояние души умершего лица С удивительным совершенством Откуда почерпает он такую способность Которую может позавидовать даже великий актер Вроде господина Коклена Несмотря на то, что он не знал изображаемой личности Он тем не менее воскрешает ее в выражении лица В складе речи, манерах, жестах и голосе Свойственных ей при жизни Которые точно же признают как муж Так и все знавшие ее при жизни Где же пребывает вне человеческого тела Это нечто, что может говорить как человек Как женщина Согласно предположенной нами программе Остается рассмотреть последнюю категорию явления А именно Воплощение лиц неизвестных Ни медиуму, ни присутствующим Здесь идет речь о лицах, умерших давно Часто, несколько сот лет тому назад Нам приходилось наблюдать очень интересное воплощение Лиц, живших в эпоху Людовика XVI и революции Но, к сожалению, так как дело здесь касается и некоторых еще живущих лиц То мы лишены возможности распространиться здесь об этих случаях Эта же причина лишает нас возможности сообщений Самых интересных из наблюдавшихся нами явлений Я остановлюсь здесь на не менее интересном воплощении молодой девушки Жившей в Аравии в конце XIV века Делавшейся в 1401 году Женой индийского принца или Раджи Девушку звали Симодини А принца Сиврука Найяса Они жили преимущественно в городе Чадрагири Провинции Канара в Индостане Когда умер Саврука Бедная Симодини должна была испытать участь знатных индусских вдов Она была сожжена на костре вместе с трупом своего мужа Что вы думаете, считатель, об этой драме, происшедшей в отдаленную эпоху В одном из наименее известных уголков Английской Индии Не под ли это воображение медиума Или же мы имеем дело с действительным историческим фактом И как в том, так и в другом случае Не следует ли полагать, что медиум лишь олицетворил то Что он создал в своем воображении Или вычитал в каком-нибудь историческом сочинении Чтобы ответить на эти вопросы Рассмотрим обстоятельные самые факты Прежде всего необходимо заметить Что в истории Симодини Точно так же, как и в другом Еще более богатом интересными подробностями В факте воплощения Но которого, по вышеупомянутым причинам Я не могу и здесь передать Явление воплощения или олицетворение Происходившее в продолжении многих сеансов Не следовали обычному, превысшему для нас порядку Когда рассказывает жизнь какого-нибудь лица То следует обыкновенно хронологическому порядку От детства переходит к юности Затем к зрелому возрасту И, наконец, к старости Совершенно наперекор этому обычному порядку Наш медиум олицетворил Симодини Сначала на костре На сеансе 10 марта 1995 года Затем Симодини супругу 7 апреля 1995 года И последующих сеансах В мае и июне И, наконец, Симодини, дитях 27 октября 1995 года Правда, что мы имели сверх этого еще сеансы На которых проявлялась Симодини Но то были лишь отдельные эпизоды в ее жизни Другое замечание Мы довольно долгое время оставались в неведении Действительно ли существовал когда-либо принц Севрука Наяса И принцесса Симодини Действительно ли они жили в Чадрагире И вступили в брак в 1401 году Наконец, после долгих розысков Один из нас открыл, кажется, в нашей публичной библиотеке Старый, никем не читаемый том Истории Индии Марлеса 1828 года В этом томе можно прочесть следующие строки Канары и смежные с ними провинции Могут считать все Грузии и Индии Там, говорят, самые красивые женщины в Индостане В Чадрагире есть обширная крепость Построенная в 1401 году Раджои Севрука Наяса Словакий находится в первом томе На странице 268 Если Марлес правду говорит То нужно думать, что действительно существовал индийский принц Севрука Наяса, который в 1401 году Построил в провинции Канара крепость Чадрагири Что касается до имени его жены в Симодине То не думаю, чтобы удалось найти в каком-нибудь сочинении упоминания о ней И нам, вероятно, никогда не удастся проверить Действительно ли она жила в детстве в Аравии А в зрелых годах сделала женою костра Жертвою Быть может, читатель скажет, что все это не что иное, как измышление медиума Чего проще? Он высчитал в старом сочинении несколько строк, относящихся к Севруки Наяса Придумал имя Симодине для его предполагаемой жены Причем с некоторой правдоподобностью определил для этой бедной женщины Обычную судьбу всех индийских вдов Смерть на костре И дело в шляпе Тем, которые захотят заподозрить добросовестность нашего медиума Я замечу, что в сеансах, относящихся к Севруке и Симодине Дело не ограничивалось одним видением медиума А происходило олицетворение и произносились целые фразы на языке Близком к санскритскому И при том таком мелодичным, что если бы не существовало греческого Я назвал бы этот язык самым благозвучным из всех языков человечества Насколько было возможно, мы записывали звучные фразы Симодине И ориенталисты признали в этих словах санскритские корни Но не всегда классический санскрит Что заставляет думать, что жена Севруке Предполагаемое ее действительное существование Говорила на одном из многочисленных наречий Индостана Что же нам думать об этом индусском разговоре? Попробуйте, если вы даже изучали языки Разговаривать свободно по-санскритски Расставлять правильное ударение И при том вести разговор свободно, без принуждения Без всякого колебания и запинки А между тем медиум, из-за которого так свободно лилась эта звучная санскритская речь Совсем не знает иностранных языков И никогда не изучал даже латинских или греческих корней А не то, что санскрита Вот еще довод Во время своих олицетворений Медиум жил жизнью Древней Аравии и Индии С таким совершенством, что в состоянии Сконфузии знатока Древнего Востока Молодой супругой она играет с маленькой обезьяной Которой любит и ласкает в следующих выражениях Мама кана сур метидю Кана метидю И когда та убегает Она приподнимает воображаемую портьеру Чтобы видеть, куда она скрылась Затем она снова ее берет И сидя по мусульманскому обычаю на ковре Она держит ее у себя на коленях Вскоре входит Севрука Который не понимает, вероятно, возможности Так глупо забавляться И который обращается к жене С длинной речью, на которую Симади не отвечает Адарпати тава севрука И так далее Я не стану утомлять читателя Изложением дальнейших разговоров И так как невозможно всего передать Я закончу сценой на костре Для уразумения этой последней сцене необходимо заметить Что в то время, когда медиум олицетворяет Какую-нибудь отшедшую личность Он весь принадлежит этой личности За исключением мизинца руки Движением которого медиум беседует с нами Посредством условленного алфавита Точно так же, как беседует посредством стола Только гораздо скорее Теперь перенесемся мысленно в наш удачный сеанс 10 марта 95-го года Четверть десятого вечера Медиум встает Мы задаем ему вопросы И он отвечает нам движением мизинца Причем одно движение означает «да», а два движения «нет» Ведет ли Симодини костер «да», а затем убегает она Разве она уже на краю гибели «да», есть ли тут люди Которые тащат ее на костер «да», находится ли на костре труп «да», горит ли костер «нет», Скоро ли его зажгут «скоро», бросится ли вдова сама на костер «нет», бросит ли ее насильно «да», Так как Симодини складывает в это время умоляющие руки То мы спрашиваем Не просит ли он о пощаде «да», умрет она «да», скоро «да», она упадет «да», назад «нет», вперед «да», зачем Симодини отступает? Потому что ее хватает Она поднимается на носке и делает несколько шагов в этом неудобном положении Ведут ли ее на костер «да», положат ли ее на костер «нет», оставят ли ее стоя «да», не должны ли мы ее поддерживать «нет» Продолжая все стоять на носках, медиум то подвигается вперед, то отступает В 9 часов 30 минут Симодини внезапно падает на колени и рыдает, уткнувши голову в кресло между руками Не горит ли она уже «да» Скоро казнь окончится «да» Дыхание становится коротким и порывистым, и мы присутствуем при агонии Умерла ли вдова «нет» Нет ответа Она в агонии «да» Затем в продолжение некоторого времени дыхание совсем останавливается Затем очень глубокий вздох Медиум теперь может проснуться «нет» Несколько минут спустя мы задаем тот же вопрос и получаем ответ «да» Страдает ли он еще «да» Умерла ли вдова «да» В 9 часов 38 минут медиум встает, затем последовательно переходя через состояние каталепсии, литургии Приходит наконец в себя Он припоминает, что видел человека на костре, женщину, которую хотели бросить на костер, несмотря на ее сопротивление Но он не может припомнить, удалось ли преодолеть ее сопротивление, или она спаслась от костра Эта последняя подробность достойна внимания Нужно сопоставить ее с впечатлением, испытанным медиумом во время первого олицетворения госпожи Дебюль Когда ему казалось, что эта дама по временам находилась возле него, временами же в нем самом Отсюда следует, каково бы ни было наше представление о будущем субстанциальном, или же чисто мысленном посмертном существовании Что призрак видеть медиумом в некоторые минуты видим, но по временам же проникает или сливается с ним Как бы по временам происходит род экстериоризации и интериоризации Было бы весьма важно узнать с точностью, предшествует ли экстериоризация, интериоризация или следует за нею В первом случае следовало бы заключить в пользу спиритической гипотезы Во втором, в пользу гипотезы психологической Другими словами, или медиум проектирует вне себя результаты своего чтения чужих мыслей Свои исторические познания, более или менее скрытые в глубине его памяти Или же он получает из сверхчувственного источника, от бесплотного духа, способного воплотиться во всем или в части организма медиума Свои трансцендентные познания и свойства, которыми он временами обладает Я воздержусь от разрубания этого гордивого узла Но замечу, что по моим, в моих тетрадях находятся обращайки арабского письма Полученного нами на сеансах и медиумического внеземного экстратерестра языка По-арабски медиум написал в то время, когда находился в одном из тех промежуточных состояний Которые нередко приходилось у него наблюдать Когда он, сохраняя ясное сознание окружающих лиц обстановки В то же время обнаруживал признаки дополнительных видений, соответствующих другой личности Которая на этот раз, вероятно, была частичным или неполным воплощением Симодини Вы, вероятно, помните, что молодая девушка, прежде чем сделался женой индийского принца Сивру Канайяса Жила в Аравии На сеансе, состоявшемся 27 октября 1995 года, медиум, после очень интересных видений арабских сцен Обращается к своему отцу, отцу Симодини Следующими словами Идите сюда, я хочу разговаривать с вами И минуту спустя он прибавляет Ах, какой хорошенький рисуночек Так как этот рисунок для нас не видим То мы вручаем медиуму лист бумаги и карандаш Просим срисовать этот рисунок Медиум продолжает Какой хорошенький зеленый листок От какого это растения? Затем нерешительно он осматривает карандаш И перебирает его пальцами И, наконец, начинает списывать какие-то письмена Совершенно незнакомые нам Он говорит нам, что это послание написал ему отец Симодини После чего медиум впал в глубокий сон На другой же день я отнес одному ученому-профессору Тарабарскую грамоту, полученную нами И в которой мы предполагали арабское письмо Хотя оно и писано от левой руки к правой И действительно письмена оказались арабскими С правописанием, употребляемым в Северной Африке Причем профессор дал нам дословный перевод полученного сообщения Был ли это отец Симодини Представший перед глазами медиума арабские письмена Которые тот срисовал Или же медиум когда-нибудь имел их перед глазами Хотя и вскользь Но в достаточной мере для того, чтобы впечатление это сохранилось В каком-нибудь отдаленном уголке мозга медиума Все это покуда покрыто глубоким мраком Как бы то ни было, все это на долгое время останется еще открытым полем для исследователей в области психизма Точно так же, куда следовало бы отнести и то, мало знакомое даже ориенталистам Наречие санскритского языка, на котором так свободно объяснялся медиум Я не думаю, чтобы медиум во время своей настоящей жизни слышал хоть пару слов на этом санскритском наречии Пусть даже ему была известна сотня, даже тысяча слов Да и отсюда еще далеко до возможности такого беглого, непринужденного и безошибочного разговора Продолжение следует...